Скажи И знание страшит, но манит и зовет, меня вдали маяк, пора бы, скажи, мой милый друг, где пища для души? И в один из моментов вот эта вибрация в них вскрывалась, и вот когда она вскрывалась, и она и сейчас вскрывается во многих, человек вдруг понимает, что ему жить на этой земле, ну, не в моготу. То есть он начинает ненавидеть сей мир, потому что ему все кажется абсолютно неинтересным, абсолютно скучным, абсолютно одинаковым, потому что на самом деле, если по большому счету жизнь во внешнем мире, в котором сегодня живет человечество, действительно крутится по одному и тому же кругу, только меняется техника, более современная становится, а все происходит одно и то же. Ну, на самом деле, одно и то же-то родился, учился, женился, детей наплодил, состарился, внуков увидел и помер. Ну, и в промежутках там накопление каких-то ценностей и развлечения, включая культурные, и все, и больше ничего не происходит. И это все вертится по одному и тому же кругу, но люди, которые в этом кругу идут, как лошадки, они этого не замечают. Им кажется, что все интересно, события идут, все как бы, но на самом деле они идут по кругу, и ничего не происходит. Вот, человек же, в котором прорывается зернышко вот этой Марии Магдалины, матрицы новой, Марии Магдалины, матери богини, да, он становится вот тем рыцарем тайным, который начинает искать нечто неземное. Неземную любовь, это первый признак, да, неземную любовь, вот уже появляется этот признак. И человек, он может даже не знать, что он ищет, это уже тоже начало пути, то есть ему начинает быть дискомфортно в этом мире, он чувствует, что в нем что-то не так. И он начинает искать, искать он может через все тяжкие, то есть он проходит скорбь мира, он спускается тоже опять до дна мира, то есть он становится на время, вот как меня назвали морским археологом. Для чего это скорбь? Да потому что не пройдешь и не получишь знаний, пока не нырнешь на дно этого древнего океана, не физического, вот этих напластований, времени, чтобы оттуда выловить вот нечто, знание определенное, знание о том мире, который сокрыт. И вот тайные эти рыцари из века в век, отдавая свои жизни на плохую, они радовались, когда они погибали, они были счастливы, когда они погибали, потому что здесь им было жить не в моготу. Они спускались сюда для того, чтобы опять спуститься еще ниже, и вот поэтому они, там у меня написано в анонсе, если вы читали, это и авантюристы, это и полуубийцы, это и мошенники, это вот вся, образно говоря, то, что в этом обществе считается отбросами. Вот все эти отбросы общества на самом деле и являются теми будущими ростками будущего нового мира, как это ни странно. Те, которые разочарованные, которые выпотрошены до звенящей чистоты, любовью и мамоной, те, которые бросались сначала за деньгами, потом не находили там за славой, за любовью, и везде терпели крах. И вот эти потерпевшие во всем крах, разочаровавшиеся во всем, это и есть моя семья, как я написала, о которой я мечтала с детства. Мне они нужны не те, кто благополучные, не те, кто нашли свое место и нишу, и пищевой ареал в этой жизни, кто там едят определенное что-то, неважно, кто хлеб с маслом, кто с икрой, и чувствует себя здесь комфортно. Это люди, которые не имеют этого семени, оно еще не пробуждено в них. И вот такие люди мне как бы неинтересны. Они живут своей жизнью и называется флаг им в руки. Но вот моей семьей, моими любимыми друзьями являются как раз вот такие выброшенные. И поэтому начинается мой анонс с тем, что камни выброшенные, ненужные, выброшенные строителями судеб. Но строители судеб, вы понимаете, что среди людей очень много там, скажем, жрецов, полужрецов и так далее, тех, которые строят миры свои, используя вот людей. Строят по образу и подобию своему миры. Допустим, если взять любую организацию, ну вот Виссарион в Сибири, это он построил мир по образу и подобию своему, как он хотел бы. Там пришел, допустим, Мегре, начал строить мир по своему образу и подобию. Пришел какой-то начальник, чиновник большой, построил тоже какую-то организацию по своему образу и подобию. Все это миры, мирки и так далее. Вот это все из мирков и миров этих, это не мои люди. А вот мои люди те, которые вычищены, обожжены до звенящей чистоты. Да, что это за люди? Да, они и пьяницы, среди них много пьющих, среди них сидящих на игле. Все в том, что эти люди, они все понюхали и узнали изначально, что такое огонь любви. И вот, зная этот огонь, они приходили снова на землю в поисках, в памяти об этом огне. И искали они именно огонь. Вот, и вот эти искатели огня, а огонь хранит печать неба, вода и земля, они и есть семья, так называемая, сыновья, пришедшие на землю, падшие сыновья, как их там, как угодно называли. Вот, которые отбросы общества, здесь являются отбросами общества. Я сегодня заявляю, что это все мои любимые, мои любимые братья, сестры, мужья, сыновья, ну, как угодно, дочери, матери, кто там еще. Это все мои любимые люди. Вот, но среди вот этих людей были те, кто вызревали окончательно. Они обычно объединялись между собой и создавали либо тайные ордена, либо какие-то тайные организации, либо что-то такое. И клялись внутренне, на крови это называется. Причем клялись они не внешне, ритуалы внешне не имеют значения, могли придумывать. Но клятва приходила сверху, потому что, когда они объединялись в поисках любви вот этой матери-богини, пришедшей из будущего, они получали с ней контакт. И когда они выходили с ней на контакт, они понимали, что это великая душа вот так. И, естественно, от нее они получали благословение, они клялись ей на крови, на своей. И за нее они ей служили. Всадники, семь всадников, заверенных печатью, двенадцать рыцарей круглого стола и так далее. Ну, неважно. Суть не в этом. Они все ее семья. И служили ей. Даже если, допустим, среди сегодняшних людей очень много есть обманутых, которым сделали подставы. Они там служат каким-то другим богиням, богам, я не знаю там. Но на самом деле своей душой определяется качествами определенными души своего разума. Они ее сыновья. Они ее мужья. Они ее там, кто там, отцы. И сегодня такое наступает удивительное время, когда я сижу и рассказываю об этом из глубины своих чувств, доставая оттуда эти знания. И очень скоро, хотят кто-то там или не хотят, но это совершенно точно я вам говорю, что очень скоро приближается то время. Этот год записан в сердцах тех, кто несет в своей душе вот этот первоначальный смысл, завет. Завет служения, завет с матерью. Вот и с отцом одновременно, естественно, потому что мать без отца не бывает. И вот эти тайные служители, просто сегодня мне хотелось бы сказать, что вот когда-то есть такая матерь Сва, собирает своих сыновей, чтобы вместе с ними покинуть сей мир навсегда и уйти жить в новый мир. Потому что уже заканчивается старое время и приближается новое. Вот и вот, да, матерь Сва, кстати, пожалуйста, тоже очень древний такой символ матери-богини, которой служили огромное количество ее рыцарей. И вот сегодня я могу сказать, что матерь Сва собирает своих сыновей. Времени остается не так много, но они собираются по зову. И не важно, сейчас я просто говорю в эфир. Те, кто не мои, и те, кто не со мной, и те, кто не такие, как другие, они, собственно, вот у них другой путь. И я им желаю успеха и всего такого, движения вперед. А я же сейчас хочу, сидя у этого экрана одна и говоря в этот эфир, и всем живым, и всем мертвым, и всем ушедшим, и всем находящихся в царстве теней, и в высоких царствах, и во всех мирах, я хочу сказать, что я вот пришла, я готова, и я готова, я ожидаю тоже, чтобы собраться и покинуть землю сию в любой момент и жить, уйти в семью свою. И вот эту семью, собственно, я и собираю. Вот семья, святые танцевали в порыве творческих различий. Все очень разные, все очень творческие и все святые, несмотря на то, что могут быть ужасно крешными. Я уже сказала, могут дойти до всего, чего угодно, избив ноги, пройдя очень длинный-длинный путь, они все равно в конечном итоге приходят к святости, то бишь к обжигу, они приходят к огню. Вот, и это есть мои самые близкие друзья. Я сама, у нас еще есть время, я сама много путала в этой жизни, я сама прошла очень много ошибок, я сама обожжена, я тоже дошла до дна мира, я познала самые большие скорби, которые только можно познать. А самая большая скорбь и самые большие разочарования наступают тогда, когда тебя предают. Вот, и сейчас я хочу еще сказать о самом важном. Люди, которые несут в себе росток служения матери-богине, они изначально в своей душе чисты. И почему они святые? Они были святыми и останутся святыми, потому что рожденный от мя довернется о мне. Как бы низко он ни пал, как бы ни, что бы с ним ни произошло, они все равно вернутся назад туда, откуда они пришли. И если только находясь среди волков здесь и находясь среди тех, ну я условно говорю волков, среди тех, кто не волков даже, волками даже мои вот эти, они могли стать волками и кем угодно, находясь среди паразитов, они, как это сказать, запутавшиеся, натворили много дел. Могли делать большие преступления и доходить до полного безумия. Но если убрать их, паразитов отделить от сыновей и дочерей, то не нужно будет никакое государство, поверьте, никакой закон. Зачем давать закон тем, которые, собравшись вместе, не будут его нарушать? А таких на земле много. И они приходили, их использовали, на основе их паразитировало огромное количество, так называемое, зло. Вот я хочу сказать, что насчет зла. Вот некоторые говорят, что добро не живет без зла. Зло не живет без добра. А добро совершенно прекрасно может жить без зла. И вот это вранье о том, что якобы закон перевоплощения работает, что в одной жизни ты был злым, а в другой добрым, это ложь. Дело в том, что человек, который от добра, говорят, добра не ищут. Человек, который несет в своем сердце добро от самого сотворения мира, рожденный от него, он не может его потерять, потому что это было дано и от самого начала. И он проносит это, да, это происходит падение, вот я тоже падала, кто же. И до отчаяния доходило, и может быть, я не знаю, если бы совсем отчаяние, любой, даже самый добрый человек способен и убить, и зарезать, и все что угодно. Но то, чем они отличаются, отсутствие хитроумия. Вот ум нехитроумный и прощение. Все равно наступает прощение. Сколько мне вот принесли скорби и бед. Казалось бы, я должна возненавидеть вот этих людей. А я их всех простила. Не потому, что я сказала прощаю, а потому, что внутри меня в какое-то время деформация клеток снова вернулась. Клетки деформированные, да, вернулись снова в свое прежнее положение. И, так сказать, все. Таким образом наступило прощение. Вот я хочу сказать вот всем рожденным, определитесь. Если вы рождены от мя, то вернитесь о мне. Ну, я цитирую, от мя с большой буквы, да. Вот, сейчас идет как раз процесс отделения. Зло не может жить без добра, потому что оно на нем паразитирует. Если кто-то считает, что можно зло воспитать, то я посмеюсь. И дать ему законы, по которым можно зло воспитывать, то я у вас спрошу. Скажите, пожалуйста, можно ли вирусы гриппа придумать для них законы и воспитать их так, чтобы они перестали быть паразитами и перестали грабить клетки. На то они и вирусы. Так вот, точно так же есть тела человеческие, которые полностью космическими паразитами и вирусами заполнены. Вот, и они не способны, простите, стать другими. Паразиты всегда останутся паразитами. Ну, вы знаете, что против паразитов гриппа там все инъекции, лекарства какие-то, которые убивают их. Вот, и наша клетка бессмертна. И вообще мы, человеки изначально бессмертны. И только когда вот произошла катастрофа, появились вот эти вирусы, которые стали, развернули диполиклеточек, стали их поедать. И на земле появилась смерть, тлен, вот это смердение, смерть от слова. Хотя, говорят некоторые меры, ну пусть будет так, как они хотят, так и будет. Как ты веришь, так и будет. Но внутри каждого человека-творца есть заложенные знания, которые его не подведут. И тогда, в какой-то момент, когда он просыпается, а я сейчас говорю, пробуждайтесь, сыновья света, сыновья солнца. Приходит ваше время, падут оковы, темницы рухнут. Вот увидите, это наступит очень скоро. И все дети солнца познают новый свет. И произойдет невероятное сказочное чудо. Паразиты же все исчезнут, потому что от них все равно никакого толку нет и быть не может. Это просто искажение формули жизни. Изменится все. Изменится не только человек, изменится сама земля. Изменится все, что на ней. И будет все совершенно по-другому. Потому что для того, чтобы доброму человеку развиваться, ему совсем не нужно зло. В нем столько бесчисленное количество вариаций, вариаций внутренних мыслей. Это мириады, это вселенные. Что ему совсем не нужно, чтобы ему его спотыкали, чтобы его мысли тормозили, чтобы его мечту уничтожали. И чтобы ему, так сказать, вставляли палки в колеса. Это ему совсем не нужно. Как раз творец превращается в обычное физическое тело, когда убивают в нем его непрерывающиеся мысли. Достаточно убить мысли, человек превращается просто в физическое тело, в которое может поселиться вот эти самые паразиты, скопища паразитов, которые потом уничтожают вот это физическое тело. И, да, способность убивает в нем чувства, убивает, поедает, образно говоря, вечность, поедает время. Пожиратели вечности и времени. Вот это и есть паразиты. И вот их конец уже близок. И все это приближается, и вот восстанут все служители матери-богини. Все станет по своим местам. Как только образы фальшивые все будут низвергнуты, поднимутся истинные образы атлантов, духа, истинных матерей. Истинных матерей не те, которые рожают, а те, которые сеют энергию свою, которая является женщинами энергии творения. Воплощение воплощения не самки и не самцы, которые уподобились животным, а человеке. В самом высоком смысле этого слова. Ну вот у нас остается пять минут. Мне хотелось бы пожелать всем людям проснуться, вспомнить о себе и понять, что тот мир, в котором мы живем, он не для нас. Вот те, кто уже пришли из будущего, те, в ком есть ростки и служения, все мои тайные рыцари, все монахи, все те, которые были выброшены на обочину жизни, проснитесь, поймите, этот мир не наш и не для нас. Он нам не нужен. Не надо за него бороться, не надо, почему у меня есть те творения, «Эй, парень, заглуши струны больной, одинокой души огонь на земле по душе». Не надо давать свою силу и огонь на продление агонии этого мира. А этот мир, как только будет убран огонь, как только будет убрана вот эта энергия творцов, этот мир просто превратится в прах. Он рассыпется, он исчезнет, но появится он уже есть, новый мир, новая земля и новое небо, под которым всем нам суждено жить. И в котором не будет никаких царств уже, потому что это не нужно, а будет царить любовь. Будет одна царица, имя ей будет любовь. И служить мы будем, не служить, а мы будем жить вместе с силами разными, силами Отца нашего Небесного и Матери Богини. Продолжением которой, образно говоря, то есть частью которой я и являю здесь собой. Но я являю себя вот сегодня в зависимости от того, я разная, в зависимости от того, в какой волне я нахожусь, во мне открывается та или иная часть волны времени. Если условно сказать, вот здесь время от ноля и здесь вот сегодняшний день, еще будущее, еще туда. Вот вся эта волна, она вмещается во мне. Я надеюсь, что есть еще такие женщины, которые проснутся так. Вот, но в данный момент, допустим, в зависимости от того, какие чувства я испытываю, я могу находиться на том или ином участке времени. Вот это и есть бессмертие, это и есть вечность. Потому что мы умещаем в себе все образы, всех героев, все, 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 все самое лучшее, что являлось творящим, а не разрушающим. Хотя и разрушающие тоже иногда надо. Вот для того, чтобы знание добра и зла обязательно, конечно, нужно, потому что, тут я ошиблась сейчас, вот, потому что нужно уничтожить все паразитирующее, нужно разрушить это своей любовью. Вот, и сделать уже новый мир, новое солнце зажечь, старое солнце потушим, новое солнце зажжем. И не зря, я уже говорила, что вот у меня книга начинается, солнце, свет пустой затмится. Вот главное, чтобы здесь открыть свой собственный свет. Если ты открыл этот свет внутренний и свой внутренний мир, все, что находится во внешнем мире, тебя уже совершенно не будет трогать. И гравитация, злая гравитация уже перестанет править. И влияние Луны тоже вредное, исчезнет. Исчезнут все дурные влияния, в нас откроется неимоверный источник силы, творящей силы Творца нашего. И матери, богини, созидающей источник неги, нежности, любви, тонкости. Вот, на этом я заканчиваю нашу передачу. Я хочу сказать всем вам спасибо. До свидания. До новых встреч. Я думаю, что на следующей передаче у нас будет кто-то интересный. Я надеюсь, кто-то из интересных пророков. Всего вам доброго. До свидания. Этот путь мне ладонью отмечен. На высоком обрыве распутия времен. Каждый чем-то своим обьянен и пленен. Только ради чего в эту бездну плюем, Чтоб проверить, как скажется в будущем. Может быть, но ведь с прошлого нечего взять. А поверить не сверить, понять не принять. Чем же только вот душу скажите унять человеком, пока что я буду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok